Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 17 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 17 января 1949 года в США начался судебный процесс над лидерами Компартии. Генеральный секретарь партии Юджин Деннис и другие были привлечены к ответственности на основании закона Смита за деятельность, направленную на свержение правительства Соединенных Штатов в соответствии с инструкциями из-за рубежа. Весьма любопытно, что главный американский коммунист, председатель Компартии Вильям Фостер был из состава обвиняемых исключен по болезни. Обвинителям и судьям не доставило больших усилий доказать, что верхушка Компартии руководствовалась директивами Москвы, выполняла волю Кремля. Однако в распоряжении суда не было прямых, неопровержимых доказательств финансовой и другой материальной помощи, оказываемой американским коммунистам со стороны СССР. Все обвиняемые получили пятилетний срок заключения, но были освобождены под залог и подали жалобу на приговор. Судебная тяжба продолжалась до 1951 года. В конце концов, они оказались в тюрьме, где отсидели пятилетний срок. 17 января 1960 года на острове Итуруп началась 49-дневная эпопея четверых солдат Страйбата Асхата Зиганшина, Анатолия Крючковского, Филиппа Поплавского и Ивана Федотова, унесенных в открытый океан на неуправляемой самоходной барже Т-36. В экипаже баржи были предусмотрены и радист с передатчиком, и 10-суточный запас продовольствия, но радист накануне травмировал ногу, баржу поставили на ремонт, а продукты сдали на склад. Поздно вечером, впрочем, поступил новый приказ – срочно спустить баржу на воду и подготовить к работе. Так на Т-36 оказались эти четверо солдат. Тяжелые испытания позади. Ребята чувствуют себя хорошо, отдыхают, набираются сил. Они всегда вместе – Асхат Зиганшин, Иван Федотов, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский. Весь мир восхищен подвигом отважных советских юношей. В 6.00 начался сильный шторм. 13 часов экипаж боролся со штормом, но стихия оказалась сильнее. При попытке выброситься на берег баржа ударила о скалы. Она получила пробоину. Бочка с пресной водой разлилась, а емкость с углем для печки улетела за борт. На берегу решили, что самоходка утонула, и родственникам солдат спешно были отправлены извещения, что они пропали без вести. Первым делом солдаты заделали пробоину, высушили матрасы и подсчитали запасы еды. Буханка хлеба, две банки консервов, до три ведра картошки. Чистую воду добывали с помощью развешанных на палубе простыней, намокавших во время дождя. На 49-й день дрейфа баржу заметил шедший из Японии в Сан-Франциско американский авианосец Кирсадж, с борта которого для спасения наших солдат послали вертолеты. Асхат Зиганшин отправился на переговоры с командиром авианосца, попросив дать им пищи, воды и топлива. Еле-еле командир через боцмана, потомка украинских эмигрантов, кое-как изъяснявшегося по-русски, сумел убедить Асхата в необходимости следовать в Сан-Франциско. На борту авианосца солдаты первым делом заявили, что собираются вернуться на родину, а потом уставшие и голодные были отправлены мыться, бриться и есть. Их военная форма мгновенно разошлась на сувениры, особенно большим спросом пользовались красные звезды и латунные пуговицы. В США четверка прожила несколько дней. Американцы подарили солдатам ключ от города Сан-Франциско, такие же вручали только Галине Улановой и Никите Хрущеву, да по бутылке виски. От Нью-Йорка до Лондона наши солдаты плыли на роскошном океанском лайнере Куин Мэри. В СССР они вернулись знаменитостями. Их встречали с оркестрами, цветами и митингами. Не океанская стихия, а волны теплых человеческих чувств сколыхнулись в эти минуты. Вот они, герои на родной земле. Младший сержант Асхат Зиганшин рапортует генералу армии Голикову о том, что экипаж баржи Т-36 в полном составе прибыл на родину. Всех наградили орденами Красной Звезды, принимали в Кремле на заводах и в школах, посвящали им бесчисленные газетные почерки и даже сняли о них художественный фильм под названием «49 дней». Сегодня 17 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас мы расскажем о людях и событиях, вошедших в историю науки и культуры. 17 января 1600 года родился испанский драматург Педро Кальдерон Делля Барка. Первые годы жизни Кальдерон провел в Мадриде. Своё начальное образование он получил в иезуитской школе, придавшей его мыслям религиозное направление. Здесь 13 лет от рода он написал своё первое драматическое произведение «Небесная колесница». По окончании школы Кальдерон поступил в Соломанский университет, где посвятил себя изучению канонического права богословия и схоластической философии. 1622 год сыграл решающую роль в судьбе будущего драматурга. В этом году он получил первую премию в поэтическом состязании в честь канонизации святого Исидора. По словам самого Кальдерона, это заставило его окончательно бросить право и обратиться к поэзии. После университета он поступил на военную службу. Кальдерон участвовал в походах, не переставая в то же время заниматься литературой. К периоду его военной службы относятся некоторые из его лучших пьес. Например, «Врач своей чести» и «Жизнь есть сон». В 1635 году Кальдерон был назначен придворным драматургом и пользовался особой благосклонностью Филиппа IV. В 1651 году он принял духовный сан и вступил в члены религиозного братства. Прослужив несколько лет священником в Толедо, Кальдерон в 1663 году был назначен капелланом при особе короля. Эту должность он занимал до самой смерти. Принятие духовного сана повлияло на жанровую окраску произведения Кальдерона. С 1651 года он не писал пьес для народной сцены. Его сочинения предназначались исключительно для придворных спектаклей и религиозных торжеств. К 1680 году творчество Кальдерона насчитывало 73 духовных и 108 светских пьес. Светские пьесы Кальдерона можно разделить на три класса – трагедии, драмы, философского содержания и комедии. В основе трагедии Кальдерона лежат три чувства, одушевлявшие всякого испанца этой эпохи – честь, ревность и любовь. Причем доминирующим чувством является первая. Едва ли не самую большую часть произведений Кальдерона составляют так называемые комедии «Плаща и шпаги», то есть пьесы с любовной интригой, в которых действуют лица высшего общества, кавалеры и дамы. Самые выдающиеся из них – «Хуже, чем было», «Лучше, чем было», «Дама-волшебница», «Дом с двумя выходами». В своих произведениях Кальдерон ориентировался исключительно на вкусы придворного кружка и высшего общества. Его пьесы в связи с этим характеризуются однообразием и утонченностью дикции, изысканностью и в то же время простотой и банальностью сюжета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова